Девушки отдыхают Девушки отдыхают Со стороны белых и голубых Нужно по новой начинать И опять Опять диагональ Северсталь подбирает шайбу Макеев начинает атаку Которая развивается Достаточно стремительно Динамовцы оттесняют соперника В нейтральную зону И вот тут неожиданные динамовцы Сходу внедрились на чужую территорию И произвели бросок А это бросок лучшего защитника В этом сезоне Андрей Сергеев Поскольку подъепольский не успевал переместиться Там защитники помогли И позиционная атака первого звена Была очень хорошей Наброс от Киетанина И с его привычной позиции Дмитрий Кагарлицкий с неудобной руки Правда шайбе скакал И ее бросок не получил Деревенко не пошел за ворота Не рискнул Пусть там пылевые сражаются Ой, как хорошо Удалось уйти Лимбергу От силового приема И бросок сместился в центр 24 номер Это было невероятно изящно За счет катания Номер Динамо и меняется Адамчук Диагональ в центр Григорьев Сразу три динамовца На синей линии А шайба достается Северсталь Динамовцы реваншируются Большими силами пошли в акворт Перевод в центр Пучеревенко отдавал передачу На партнера, где по замыслу 15 номера он должен был находиться Этот самый партнер Но он еще не успел Выбежать в нужную точку Григорьев Резко остановился перед судьей Но тоже Григорьев появился в составе Сейчас он очень активно и смело подключается Потому что не так давно он появился В составе московского Динамо Конечно же Один из основных Драма, да Он с октября не играл Залей Допустил критическое выступление Против Крикунова Разин сказал, что сейчас Об этом выступлении жалеет Вообще, мне кажется, что только Очень недалекие люди Или святые Ни о чем никогда не жалеют И это нормально, когда люди Признают собственные ошибки Все-таки Какие реваншистские настроения Обиды принято держать при себе Вот Разин тогда не сдержался Но сейчас он подчеркнул Что те слова на пресс-конференции Были напрасны Но, возможно, какая-то обида У Владимира Васильевича и осталась Поэтому вот такую интригу Личность Давайте внесем Чем больше интриг, тем лучше В хоккее, как игрок могу сказать На всех нет удалений Безнаброшных жаль Да, при такой плотной игре Команды действуют дисциплинированно Нет удалений И Соответственно, не могут Появить себя Абрикады в большинствах В первом матче Было много штрафа Здесь кое-что решили Подтянуть тренеры Как-то изменить настройки И правильно, адекватно на все Отреагировали хоккеисты Но, опять же, возвращаемся к эмоциям Эмоции могут захлестнуть И сейчас эмоции захлестывают Скамейку Северстали Потому что Динамо На выдающемся уровне Слишком сильная передача Для Сергеева получилась И шайба выходит в среднюю зону Яшкин не меняется Отдает передачу Когарлицкого Сергеев Наталья Атасова фланг Переведена шайба Не получится у Северстали Атаки с численным превосходством Но получилось Бросить по ближний угол Очень неплохо В сегодняшней встрече В первом периоде В втором сезоне Поэтому мы не удивлены Что динамовцы Не просто выстояли Принятых комплекте Но еще и имели шансы У чужих ворот У Дака силовой прием Против Муранова И тот и другой Два гиганта По хоккейным меркам Ну и по весовой категории Тоже равные соперники Столкнулись Отлично Клюшкой сыграл Еременко Клюшкой не должен Пренебрегать современный калкипер На всякий случай Помог Подъепольский Единственное Стартовое звено Динамо Сейчас вышло В значении второго периода Чтобы сразу Обозначить свое Желание Доминировать Но Мы видим Что череповчане Настроены Агрессивно Кирайски Хотят Череповчане Развить свой успех Понимают Что Одной шайбы Матча с Динамо Недостаточно И будет удаление У хозяев Второе матч В этом удаление И второе Хорошее Подключение От Игоря Герайски На календарции Просто я Нет, я не понимаю Прекрасно Потому что Не хотелось Чтобы Понимает Что проиграл позиции Падая Освобождается Лишний игрок У московского Динамо Иронов Отважно пошел В обыгрыш Позрушаем Грюк Клюшки Тарасову Иронов Паузу Выдержал Под бросок Поставился Морозов Да, хорошее Было много времени Тарасов Тарасов В какой момент Создает Северстали Аккуратнее Нужно сыграть В своей зоне 4 на 4 В окороченных составах Играют команды И проброс Да Проброс Фиксирует Аматовал Передачу Гослистов Не точно Поскольку Команды играет 4 на 4 Кагарлицкий И Шипачев И Яшкин встает Поскольку В первом периоде Шипачев 8 бросований И всего 2 выиграно Брасывания У Вадима Поэтому они часто И в прошлом сезоне И в этом Дмитриев меняются Дважды не то Что говорят А как говорят И эмоции На скамейке Конечно же Подбадривают И заброшенная шайба Для московских Геновцев Это стимул В сегодняшней игре А кстати Многим кажется Что брань На скамейке Это некий Негатив Иногда Как динозавры Вымерли бы Поэтому Тема и отличается Человеческая психология Что у каждого Свой характер И поэтому Кому-то Нужна брань Как Дмитрий Говорит Кому-то Ласка Кнот и пряник Ну вот это было бы красиво Если бы удалось Вылезти на ворот А так Посмотрим Какая будет реакция Тренерского штаба Вот на всю эту Аблот Григорьев Сдал передачу За спину И она была удачная И тут все Пока Идеально У белоголубых С развитием атаки Но загоняют Череповчане К борту Своих соперников Положение вне игры Да Мы видим Что не успел Контролирует Все происходящее Я думаю Что тут Связано И с работой И с получением Удовольствия От хоккей Которое происходит И хорошо Тяжелый сезон Конечно же И для Алексея Морозова И для Всей его команды Начинался Очень тяжело Но и сейчас Хорошо Что и зрительные На трибунах Есть и плей-офф Играем Московского Динамо И вот такой наброс И очень хитрое Подставление Опять про того же Про кого мы сказали От боярови Свенца Вот так вроде бы Ткни ее в ворота И все Гол Но некому было ткнуть Динамо И играли Динамо на западе Самая зависимая От топ-3 Снайперов Команда 37% Голов В регулярке От общекомандного И первая Команда В лиге По абсолютному Показателю Голов С участием Трех Лучших Снайперов Это вот все Про Динамо И я ведь Чему говорю Об этом Потому что Звено Шипачева Сейчас На площадке Гослистов Очередной его бросок Единственный бросок В первом периоде Закончился Заброшной шайбой На пятачке Герайским И Гослистов Смотри какие опасные Набросы От Череповчан На ворота Еременко И именно Такой наброс Привел К второму взятию Ворот Да И только сейчас Во второй раз Первое звено Московской динамы Выходит из зоны Там впереди Кагарлинский Силоприем А все потому что Сколько уже Таких Лаконичных Трудных матчей В начале Розыгрыша Плей-офф Кубка Гагарина За три дня 1-0-2-1 Это совершенно Нормальные счета Сергеев Передача На даме Штангу Там Яшкин Не смог Замкнуть Две минуты И двадцать Секунд До сирены Кагарлицкий Бросать было Неудобно А Сергееву Очень даже Сподручно Вот он Наметнул шайбу И еще одна Передача Яшкин Теперь уже С другой Штанги Бросал Подправление Яшкина Сергеев На Яшкине Два соперника Повесли Чайковский Точная передача На капитана Гагарлицкий Сергеев Чайковский Отбивает Подъепольский Клише Выходят Очень Хороший Розыгрыш У московского Динамо Сергеев На месте Нападающий Праворуки и шипачев с другой стороны по разу бросили как минимум плюс еще не получился бросок у яшкина сергеев и что это было там все перекрывал чайковский на сергеева привычный маршрут сергеев подворота на шипачева карлицкому было неудобно принимать шайба поэтому затратил некоторое время на ее обработку чайковский сергееву сергеев разворачивается передача на дальнюю штангу шайба отскакивает от клюшки яшкина дискомфортно было 23 номера при приеду шайба и бросок сергеева и шайба выходит чем опасно вот эти броски можно и в контратаку конечно под японский кто-то успел переместиться но я бы отметил в этом меньшинстве то как динамца очень здорово разыгрывали не повезло яшкину прошибаться пошли также как и по втором периоде иронов осматривает окрестности принимает справедливое и разумное решение но что такое с приемом у тарасова шайба скакнула иронов подавал диагональную передачу и перед синей линии тарасов не смог потянуться а сейчас пусть листов перехватывает передача на тарасова ух верхом полите шайба линдер ну вот так нельзя выводить шайбу из своей зоны обязательно кто-то пойдет на перехват на встречном движении гуслистов допустил ошибку молодость все объяснимо тут как раз никаких версий альтернативных быть не может этому отсутствие опыта перехват центрального падающего северстали и угрожающий счет становится для московского динамо но мы увидели что и динамовцы могут кратчайшие сроки изменить ситуации северсталь здорово использовать свои моменты сегодня и здорово играет честно скажу очень мне нравится как северсталь играть следующей встрече а северсталь играет великолепно использует свои козырь использует ошибки динамовцев и сегодня есть поддержка у северстали фан-сектор на приеме а дамчук рискованная передача от дамчука как горлицкий вылезает на ворота не дает а дамчик применяет силовой прием опрокидывает кокорлицкого ух пошла горячая вода по-непольски отбил шайбу щитком браво великолепное спасение галкипера но с листом там как же в нейтральную зону капустин и сейчас шабачок две минуты зарабатывает я не знаю что он мстить за яшкина или нет но поражением на своей площадке по втором матче но и посмотрим насколько сил хватит игрокам северстали и аккуратности самое главное сыграть на мощь динамовцы я думаю сейчас начнут демонстрировать еще сильнее особенно яшкин и к горлицкий тот сегодня силовой борьбы не внушается впрочем как и последних играх 13 очков в восьми матчах у дмитрия яшкина он шайбой перевод на чайковского сразу три игрока на синие линии потому что мощный пулак северсталь создает перед своими воротами и чтобы рвать оборону кто-то поднимается на вершину то есть на синюю линию из динамоса такая вот задумка гераскин выбрасывает шайбу но аккуратно чтобы судьи не могли свистнуть и остановить игру но мы видим что три шайбы и три ошибки и во втором периоде тоже две одинаковые шайбы да я думаю что андрей разин после этой победы будет накануне любой важной игры давать большое интервью мачты в москву или по скайпу да это приносит ему дать но согласись тренинг походу важной серии не просто давал интервью а еще и приходил студию то есть нужно еще до нее доехать может сказать что этом сезоне в регулярном сезоне 13 необычном из-за колитых дел команды подравнялись работает потолок зарплаты и интересные такие команды собираются и результаты тоже непредсказуемые но и плотно то же самое видят гераскин по близок 6 голос своей команды в какой момент зайцева выиграл да и пока бочарову удается не пропустить встречи отключились сегодня и 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